Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. Овен, 21 марта-20 апреля. В этот день проявите заботу о голове и нервной системе. 21 марта. Весеннее равноденствие. Вербоносица. День весеннего равноденствия, или весенний солнцеворот, считался настоящим началом весны, наступлением тепла. Подмечали, что возвращаются в родные края жаворонки. Этот день был посвящен вербе. И это неспроста, так как считалось, что веточки изгоняют из дома тяжесть. Вообще, в старину вербой хрестали тело для легкости. Когда болела голова, веточку вербы разминали, клали под платок на голову, и головная боль отступала. На вербоносицу старались наломать как можно больше веток вербы и развесить их в доме. Считалось, что это содействует чистоте в доме, целомудрию и красоте девиц. Здоровью всем членам семьи. В народе говорили, верба распустилась, знать весна, к лету снарядилась. Вербная веточка в дом счастье приносит. Кого вербы хлещут, у того тело будет легким. Сегодня вечером пекли пироги в виде птичек. Считалось, что это привлекает весну. Приметы. Сегодняшний солнечный день предвещает теплое лето. Если он холодный и пасмурный, лето таким же будет. Много воды, год будет урожайным. Жаворонки прилетели рано, весна будет теплой. Образовался туман, возможно заморозки. По небу быстро плывут высокие облака к теплу. Считалось, что веточка вербы в стакане воды на столе выгоняет трудности и скорби и приносит счастье семье. При головной боли размалывали веточку вербы и прикладывали ее к голове. Сверху повязывали платок и это помогало. Сегодня нельзя начинать серьезные дела и строить планы на будущее. Они не удаются. Если сегодня увидишь человека, которого любишь, это к долгой и счастливой любви. Ввиду этого проводили время с дорогими и милому сердцу людьми. Например, с женой. Ты ее любишь, увидел и радуйся на все оставшееся время. Во время приготовления целебных завтраков встает вопрос. Как приготовить проросшее зерно? Приготавливать зерно проросшее очень просто. Для этого вы его приобретаете на рынке. Приобретаете сразу ведро или полведра. Этого вам хватит на семью из четырех человек, наверное, на полгода. Берете сразу много. Я, например, беру сразу чашку зерна. Хорошенько его мою. После этого я эту чашку заливаю водой. Зерно в смысле. Оставляю на ночь. Вода над поверхностью зерна должна быть слоем полсантиметра, а то и сантиметр. Да и два. Ничего страшного не будет. Зерно стоит всю ночь. Вбирает себя в воду. Напитывает влагу. Утром я еще промываю дополнительно. Сливаю воду. Зерно уже набухшее. И это зерно без воды я просто-напросто чем-нибудь накрываю, а то даже и не накрываю. Ставлю при комнатной температуре в любое место, чтобы оно не мешалось. И смотрю. Как правило, уже к концу этого дня зерно начинает прорастать. А если еще ночь пройдет, она обязательно прорастет у вас где-то на полмиллиметра, а то и миллиметр. В зависимости от качества зерна. Все. Чтобы дальше она не прорастала. Я его помещаю в целлофановый пакет. Всю чашку. И ставлю в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. И там она у меня, да, будет немножечко прорастать, потихонечку прорастать. Но зато она там будет храниться до двух, а то и трех недель. Я каждый день, готовя завтрак, беру по горсточке этого зерна и использую для завтрака, для первых блюд, для салатов и прочее-прочее. Вот таким вот образом вы можете приготовить проросшее зерно легко, просто и в нужном вам количестве.